На одной волне с городом. Радио. Молтком. Прослушайте промо программы «Прямая речь». Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы. Здравствуйте, я Абби Келкин, и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь». Слушайте по четвергам. С 17 до 18 часов. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу прямого эфира. И сейчас нас на связи посредством ЗУМа председатель комиссии Сейма по народному хозяйству Ральф Немера, бывший министр экономики и лидер партии, которая сейчас будет называться «Зачеловечную Латвию», «Парцеловаться из Латвии». Вот, может быть, первый вопрос, конечно, связан с сегодняшними решениями Кабинета министров. Совсем недавно стало известно, что все-таки довольно жесткие ограничения вводятся. С одной стороны, это правда, но, наверное, для Министерства экономики и, наверное, для парламента будет новая головная боль, как вот помочь тем предпринимателям, которые в силу вот этих ограничений будут нести убытки. Ну, в частности, не будут работать вот салоны красоты, магазины одежды, какие-то центры по оказанию тех или иных услуг. Вот, насколько государство будет вообще, потянет, вот, скажем, вот эту ситуацию с большими убытками у коммерсантов? Да, ну, добрый день. Вот мы с вами уже обсуждали в вашей программе тоже вот эти вопросы. Но, конечно, сейчас правительство принимает новые и новые ограничения, мы должны на это реагировать. Я сразу хочу сказать, что, в принципе, все ограничения придумываются и решения принимаются, чтобы по возможности ограничить, конечно, коронавирус. В этом плане это цель номер один. Я всегда говорил две вещи. То есть, если мы что-то ограничаем, кому-то отбираем работу, кому-то запрещаем заниматься бизнесом и так далее, перед тем, как это делать, эти ограничения придумывать, надо изначально придумать систему, как их поддержать, этих людей. И второй очень важный момент. Если мы что-то хотим ограничать, изначально надо посмотреть на цифры и где на данный момент больше всего заболеваний происходит. Но это мы видим, что, в принципе, пансионаты, к сожалению, там рабочие от одного до другое, пансионат приходят, и, конечно, вирус распространяется. А также дома и те, которые приезжают из других стран. Если мы смотрим на ограничения, тогда я бы поддержал сейчас жесткие меры ограничения придвигаться в Литву. В этом плане, к сожалению, у них цифры просто сумасшедшие. Если мы смотрим, там 3,5 тысячи заболевших человек в день, ну, это очень-очень много. Но если человек, который живет недалеко от границы, например, в Ялгаво, езжет в Литву покупать немножко дешевле продукты, тогда, к сожалению, риск заболеть очень велик. В этом плане, я думаю, что ограничения на передвижение как раз в те страны, где самая большая заболеваемость, к сожалению, Литва среди тех стран, я думаю, там ограничения могли бы быть намного более жестче. Но мы же понимаем, что, в принципе, вирус распространяется и действует очень сильно на наших пенсионерах старшее поколение. И если кто-то даже не чувствует никаких симптомов, он все равно приезжает, целуется с бабушкой и дедушком. И, к сожалению, там мы видим эти цифры. Поэтому надо ответственно, конечно, подходить к этому делу. Ну, я видел тоже, что происходило на Крастмале. Но есть всякие теории, которые многие люди поддерживают, но все-таки эпидемиологи и эксперты все-таки, и даже, самое главное, медики, просто говорят, что человек может погаснуть в течение трех-четырех дней. Просто вот и все. Но давайте не рисковать. Я понимаю, что ситуация такова, она непривычна. Люди тоже хотят действовать так, как они привыкли действовать, и общаться, и все такое. Это все мы понимаем. Но надо решать эти вопросы с ограничениями. Во-первых, чтобы распространять по тем местам, где вирус распространяется больше всего. А также перед тем, как решать что-то закрыть, сразу перед тем надо приходить с предложением, как те сферы поддержать. Во-первых, поддержать, тогда ограничить. А не наоборот, к сожалению, как сейчас существует. Вот насколько, как вам кажется, к рекламенту может присутствовать правительство, особенно с точки зрения поддержки бизнеса, предпринимателей, потому что, ну, в противном случае, какое-то время, конечно, за счет пособий по простою можно будет продержаться. Но ведь эти субсидии, к примеру, тоже хорошие, с одной стороны, механизм. Ну, 50% до 500 евро, где государство оплачивает. Но для этого все-таки предприниматель должен быть способен вторую часть зарплаты заплатить и налоги из этого тоже заплатить. Да, совершенно верно. Вот мы с вами сейчас общаемся, в принципе, и параллельно у меня заседание Сэйма. И сегодня мы как раз будем... Да, такая у нас возможность есть. Где-то плюсы, где-то минусы, да, можем так сказать. Но в любом случае, то есть сегодня будут два законопроекта, которые как раз связаны с инфекцией COVID-19. Во-первых, о возможности как-то субсидировать и так далее. Очень много предложений. В одном законопроекте 69 предложений, в другом 38. Мы будем сегодня рассматривать, мы будем смотреть, как долго заседание еще будет. Но в любом случае эти вопросы будут возникать. Много правительства, в принципе, в плане поддержки делает. Министр экономики свои предложения, ну, как бы подает. Но не всегда те дискуссии получаются так, ну, с большой поддержкой. Я это вижу. Почему? Потому что, видите, многие депутаты, которые сейчас в Сэйме, они все-таки работают и перед тем были в частном секторе. И потому понимают, насколько трудно каждый центр работать. Но есть депутаты, которые очень долго, как бы, или работали чиновниками, или как бы депутатами, где с 9 до 5 все понятно, да, и зарплата платится государству. Ну, потому вот в этом плане есть разные мнения. Но в любом случае министр экономики в этом плане должен иметь поддержку. И в плане тех предложений, которые сейчас мы будем видеть в законопроектах, мы от своей фракции обязательно будем поддерживать. Да. Ну, вот я так понимаю, что впереди все-таки в следующем году мы получим определенные средства, даже называется сумма до 2 миллиардов из так называемого фонда стабилизации Европейского Союза. Нет ли опасений, что все-таки не будет таких проектов, которые бы квалифицировались на эту европейскую помощь? Потому что, когда послушаешь высказывания многих должностных лиц или даже в Рижской Думе, они говорят, что да, деньги получат, к примеру, и столица, а вот проектов пока нет. Вы знаете, вы совершенно правы в плане, если мы думаем, таких строительных, например, проектов, да, тогда, конечно, вирус нагрянул очень быстро, и никто ему не готовился, будем честно, да. То есть, но в любом случае, ну, какие-то проекты уже есть, но с другой стороны, министр экономики в этом плане создает не только проекты, но и программы, программы по поддержке, по программам, те, которые нам Европейский Союз, которые деньги выделяют на соответствующие программы. В этом плане есть возможность сделать соответствующие коррекции. И я сторонник того, что мы, как бы, те деньги, которые имеем возможность получить от Европейского Союза, вложили бы в экономику, конечно, через госзаказы, в том числе и на строительство, и на инфраструктуру, и так далее. Мы, как бы, имеем тогда два таких хороших аспекта. Во-первых, мы вкладываем деньги в латвийскую инфраструктуру, а во-вторых, те предприниматели, которые как раз работают с такого рода деятельностью, имеют возможность, ну, заработать и прокормить потом семьи тем рабочим, которые там работают. Конечно, есть какие-то сферы, которые все-таки будут иметь большое влияние, к сожалению, но мы здесь уже давно говорили о отельный бизнес, конечно, туризм, ну, культура в том числе, вот мероприятия не происходят. Но там я не вижу никаких возможностей, к сожалению, ну, к большому сожалению, но никаких возможностей возобновить, ну, туризм или культурные идеи мероприятия. Но в любом случае, тогда здесь мы видим, что нужна поддержка, если есть какие-то проекты или программы, там есть возможность ввлить деньги, чтобы, как бы, наша экономика все-таки, ну, держалась в этом плане на каком-то уровне. Так что здесь, ну, есть возможность работать, есть возможность поддержать. И я разделяю, как бы, две вот такие позиции. Одна – тех, кого надо поддержать, которые уж точно работать не смогут. И надо вливать деньги в те программы, инфраструктуру, которая нам потом в дальнейшем будет, ну, помогать в экономике, да, то есть, ну, вот в таком плане. – Да. Что касается вот еще определенных ограничений, все-таки, какова позиция вот вашей партии, вашей фракции, может быть, ваших министров правительства по поводу дальнейших каких-то локдаунов? Потому что, я так понимаю, сегодня успел, может быть, вы не успели прочитать совсем недавнее заявление премьер-министра, где он сказал, что 10 дней мы посмотрим, если вот эти меры по ограничению, там, торговли не дадут эффекта, то придется ограничивать и свободу передвижения. Но ведь понятно, какова цель – уменьшить контакты между людьми. Но, с одной стороны, с другой стороны, это ведь потребует очень больших финансовых ресурсов. Понятно, что тогда придется мобилизовывать и ЗМС, и армию, полицию. Как обеспечить вот этот контроль за передвижением? Ну, вы совершенно верно говорите, что как бы премьер заявил, и мы, в принципе, и знали, что происходит в правительстве, имеем контакт все время. Я хочу сказать, что правительство сейчас, в этот момент, как бы решало вопрос о очень жестком ограничении, то есть полный локдаун. Ну, какой сейчас, наверное, со среды в Литве или во вторник там ввели очень такие жесткие ограничения. Вы знаете, здесь надо смотреть на цифры. Если что происходит в Литве, к сожалению, в предвыборное время никто не смог принять жесткие меры. Если происходил баскетбольный матч, где были 5000 человек, к сожалению, всплеск сразу был очень большой, то есть заболевающий. На данный момент те ограничения, которые были приняты в прошлых выходных, но показали то, что они не особенно правильны в плане того, что люди, например, закупали в больших объемах какую-то продукцию в пятницах, то есть все сплачивались в магазинах, там было довольно много людей, контакт неконтролируемый, но совершенно неправильно. Ну, сейчас, конечно, те ограничения все-таки пересмотрены. В этом плане мы тоже говорили, что надо думать о том, чтобы пересмотреть ограничения. Нам это удалось, и потому ограничения, которые были в прошлые выходные, они все-таки немножко будут меняться. Опять же, не из-за того, чтобы кто-то мог что-то купить, а из-за того, чтобы не было такой ситуации, что, например, в пятницу вечером все бегут в магазин что-то покупать, там просто очереди сумасшедшие, все в контакте и так далее. То есть здесь надо смотреть на рациональный аспект. Ну да, мы представляем, что будет завтра твориться, к примеру. Да. Не могу вас не спросить, конечно, о большой политике. Мы в понедельник буквально коротко этого коснулись. Как раз вот только прошло тогда два дня после такого важного конгресса, где вы приняли решение о переименовании. Вот кто-то может сказать, что, наверное, переименовать – это самое легкое, к примеру, из всех тех реформ, которые предстоит сделать в партии. И что дальше? Действительно ли это только будет смена вывески, или действительно за этим вы уже подготовили какие-то глубокие изменения, в том числе и идеология? Потому что, ну, если спросить у избирателей, вот с чем, какую идеологию представляет КПЛВ, не все скажут, да, кто вы там, или правый, или левый, центристы. Может быть, несколько слов об этом поподробнее? Да, тоже верно, что, в принципе, такое изменение мы сделали довольно радикальное. Ну, я хочу объяснить, что мы, значит, сделали визуально, которым любой может видеть, что происходит в самой партии. То есть, перед тем, будем откровенны, то есть КПЛВ ассоциировалось больше с Камичем и Гобземсом. Этих двух людей у нас в партии уже нету больше, чем год, да, то есть, все-таки время уже прошло. Второй момент, мы переминовались, чтобы все-таки сделать акцент на центричный политический взгляд. В этом плане у нас тоже присоединяются на данный момент люди. Сейчас предвыборно-предвыборный такое время началось, поскольку у нас в 2021 году будут в муниципалитетах выборы. Мы тоже будем присутствовать. В нескольких городах у нас мы чувствуем себя довольно в сильных позициях. В нескольких городах нам надо еще поработать. Значит, мы, во-первых, хотим объяснить, что мы становимся, с точки зрения политических взглядов, подчеркиваем, что мы центричная партия, больше будем сделать такой, как бы, ну, такой... Мы очень концентрируемся на маленького предпринимателя, на маленького христиана, который, в принципе, в властях больше, а также на тех рабочих, которые получают, ну, скажем так, ну, среднюю и ниже зарплату. И здесь мы не говорим о уровне, как бы, ну, уровне интеллекта, я не знаю, или образование, или что-то такое. Мы больше думаем о том, что очень-очень большие налоги у нас были. А если мы смотрим на налоговую систему, тогда сейчас изменения, которые предлагает финансовое министерство, больше связаны с тем бонусом, который получают люди, которые зарабатывают больше тысячи евро в месяц. Но, наоборот, те люди, которые зарабатывают 400-500 евро, это особенно важно в регионах, будут получать только на 2 евро больше. Но это совершенно неправильно. То есть, наоборот, если человек получает 5000 евро, например, в месяц, он 200 евро больше особенно не чувствует, нежели человек, который зарабатывает только 500. То есть, вот в этом плане мы тоже очень поддерживаем традициональный образ семьи. И в этом плане мы это хотим поддержать. Мы на таких четырех аспектах будем держаться. А также мы это уже доказали в кабинете министров, где мы видим, что поддержка малому бизнесу все-таки идет больше и больше. И, например, ограничения, которые перед тем были не особенно рациональны, все-таки удалось пересмотреть. Да. Что касается еще самой партии, насколько есть возможность привлечь еще людей, особенно помятуя о том, что уже в июне время бежит очень быстро, будут муниципальные выборы во всех самоуправлениях, кроме Риги. Да. Ну, в этом плане все-таки надо смотреть на эти выборы и с точки зрения того, что в муниципалитетах все-таки такие в государственном марштабе известные люди не обязательно проходят через выборы. Поскольку в муниципалитетах люди хотят больше видеть себе известного человека, а человека, который себе доказал уже в муниципалитете. Ну, я думаю, например, если мы смотрим на результаты, иногда там мы видим в думах, то есть и директоров школ, и там директоров каких-то спортивных организаций ну, организаций или еще каких-то таких общественных деятелей. Это очень нормально, поскольку муниципалитет – это больше хозяйственные организации, люди там занимаются такими вопросами, где там строить дорогу, где не строить, что делать там с отеплением и так далее. Ну, всякие такие хозяйственные вопросы. Здесь какие-то красные линии, зеленые там или какие линии. Я думаю, что не надо производить. Мы, когда шли в выборы в Ригу, тоже это всем объясняли. Я никогда никаких линий красных, например, не рисовал, потому что сотрудничать надо с депутатами, поскольку вопросы хозяйственные. А что там думать о таких глобальных вопросах? И в этом случае после переименовки все-таки люди высказали несколько таких даже общественно известных людей, которые хотят с нашей партией сотрудничать. Но вы совершенно правильно отметили, что время сбежит очень быстро и недалеко до выборов. Так что здесь уже надо думать. Что касается правительства, понятно, что очень сложно, особенно в нынешней ситуации тяжелой, что-то прогнозировать. Есть ли у вас какая-то уверенность, что правительство или коалиция в том же составе проработает, ну, по крайней мере, до выборов в семь? Ой, ну вы задали сейчас такой вопрос. То есть очень-очень трудно прогнозировать те какие-то планы на будущее. На данный момент как бы сферы ответственности у каждой партии есть. Каждый министр пытается доказать, что его сфера влияния самая важная. Я это очень хорошо понимаю, потому что раньше в плане экономики делал то же самое. Но денежный ресурс, он все-таки как-то ограничен. И медикам денег надо, и полицейским, и пожарным, и пенсионерам, и всем как бы вот в этом плане все нуждаются. Нет же так, что у нас в Латвии проблем вообще не было. Но насколько долго продержится правительство, зависит от того, как премьер-министр сможет такую коалицию, которую тоже, я согласен, из пяти партий довольно сложно содержать. Довольно там разные политические, ну как бы кардинально разные мнения в разных вопросах. Но это все зависит, конечно, от премьер-министра. То есть я не вижу, что какая-то партия на данный момент хотела бы покинуть правительство, особенно понимая, какое сейчас время. Мы все с коронавирусом боремся и с последствиями, конечно, с теми же самыми. Но насколько долго продержит вот такую коалицию премьер-министр, настолько долго. Мы, конечно, и ответственно будем поддерживать правительство. Ну, здесь кричать из оппозиции или опять же создавать три месяца правительства, чтобы принять соответствующие решения, которые сейчас очень важно принимать. Я думаю, просто нет времени. Если мы говорим все-таки об экономике, с учетом того, что вы председатель комиссии Сейма по народному хозяйству, что сейчас приоритетно? Ну вот, кроме, конечно, той программы поддержки, которая оказывается компаниям, вынужденным отправлять своих работников на время отпуска. А что еще? Что важно? Да, ну вот, сейчас мы приняли бюджет, но, честно говоря, с таким большим авансом, потому что там много, в том числе в других партиях коалиции были, ну, как бы возмущения. Но вчера вот как раз, не позавчера, мы в комиссии моей рассмотрели вопросы по возможным изменениям в налоговой системе как таковой, и как раз с планом поддержать мелкое и среднее предпринимательство. Мы пригласили тоже предпринимательские организации высказаться в этом плане. Они были выслушаны, они сейчас будут подавать свои, как бы, предложения. Мы их перешлем с заданием Министерства финансов, чтобы все-таки поддержать, ну, малое и среднее предпринимательство. Потому что мы же, ну, я, например, очень хорошо понимаю, что всем чиновникам и политикам, которые работают в госслужбе, все налоги, в принципе, заплатят те же самые предприниматели. Нет уже другого, который бы платил, да. Поэтому мы их должны, как бы, и выслушать, и поддержать. И мы же знаем, что другие государства, в том числе Литва и Эстония, большие средства будут вливать в экономику. И если мы это сделать, то если мы то же самое не будем делать, тогда мы просто отстанем от наших непосредственных конкурентов, да, то есть Литвы и Эстонии. Но в плане, конечно, конкуренция, я думаю, что очень важна, то есть это хорошо, что мы конкурируем, поскольку мы развиваемся, но в любом случае, ну, то есть сама денежка, она должна войти в экономику, нежели в чиновничество. И сейчас, между прочим, очень хорошее время, чтобы пересмотреть аппарат, госаппарат чиновничества. Я об этом говорю всегда, полностью, наша партия поддерживает, поскольку чиновничество очень-очень много денежных средств забирает себе, административные аппараты, да, и мы не видим, что в этом плане, то есть это нужно. Но, с другой стороны, ковид нам даст возможность как раз на данный момент посмотреть, кто работает, кто не работает, кто нужен, кто не нужен, и в этом плане сделать какие-то выводы. Так что, ну, на этом аспекте мы работаем. Я знаю, что министр внутренних дел тоже рассматривает разные планы, которые можно было бы потом смотреть по передаче в здание министерства полицейским, чтобы им было бы намного лучше обстоятельства работы. То есть здесь мы тоже смотрим как бы с такой точки зрения, и как помочь тем людям, которые непосредственно работают. Я думаю, что вот в этом плане полицейские, пожарники. Это один аспект. С другой стороны, министр благосостояния, министр Романа Петрович, она сейчас тоже подала изменения в плане возвышения пенсии. Это тоже вопрос, который мы рассматриваем, а также министр экономики создает программы, где можно было бы поддержать бизнес в этом плане. В том числе и особенно экспортирующий бизнес, поскольку экспорт приносит денежку нам назад в Латвии. Да. Вы в самом начале затронули такой важный аспект. С одной стороны, вроде у людей есть конституционное право собираться. Ну вот, 25 человек сейчас разрешено, время чрезвычайной ситуации. По минувшую субботу мы наблюдали вот это на набережной, возле памяти, к свободе. С одной стороны. С другой стороны, с учетом того, что вирус не выбирает пикетчиков, не пикетчиков, и мы видим, что большинство вообще были без маски, а о социальной дистанции вообще нельзя было говорить. Все-таки ваша позиция, с учетом того, что ваш представитель вашей партии и министр внутренних дел, все-таки, насколько сейчас, вот в это время пандемии, оправданы такие вот массовые акции? Ну, вы уже очень точно отметили сам критерий. 25 человек. Вот, пожалуйста, можно создать пикет, его можно сейчас перетранслировать через социальные сети, это можно показать по телевидению и так далее, но будем откровенны, да, там на Краснмале не было 25 человек, там было, может быть, тысячи две. без маски, без ничего, кто-то в каком-то алкогольном опьянении, кто-то нет, там вирус совершенно не выбирает пикетчик, не пикетчик, за правительство, против правительства. К сожалению, медики, которые непосредственно работают с теми людьми, которые заболевают коронавирусом, и мы общаемся с медиками, они говорят, там человек, к сожалению, погасает в течение пяти дней. Здоровый, заболел пять дней, все, нету больше. И понимаете, мы же здесь, ну, такой пикет, я совершенно согласен, что надо было их вообще разгонять, потому что, ну, там ничего не соблюдалось. Я понимаю, что каждый на тот момент себя чувствует, может быть, с какой-то актуальной темой, которую он хочет, там, ну, высказать, выкричать и так далее, но это больше такой психологический момент, но в любом случае полиция потом должна стоять, тоже люди, которые работают как полицейские, они себя, ну, в какой-то мере, ну, то есть, под риском, да, под риском, то потом, мы что видим, цифры возвышаются, опять медики должны работать больше. я никогда не против пикетов, у нас у Сэйма, да, год около десяти пикетов происходит, и да, и я тоже готов выйти и поговорить с людьми, но не, то есть, в таких обстоятельствах, которые у нас сейчас в стране, но, к сожалению, но если летом было ноль заболевших там в день, тогда, ну, сегодня мы мы видим очень много, вложим большие цифры, пятьсот, триста человек, но это очень много. Последний, может быть, вопрос, который я хотел вам задать, такой, не знаю, может быть, в какой-то степени философский или политический, вот эта пандемия заставит ли она многих политиков, ну, все-таки финансировать тех же полицейских, тех же пограничников, медиков, ну, не по остаточному принципу, потому что раньше как было, ну, вот есть такие, такие нужды, а там отделение полиции в аварийном состоянии, ничего, как-нибудь полицейские перебьются. Да, ну, я думаю, что здесь возможно сделать изменения в оплате полицейских, медиков, и мы об этом и решаем, и как бы, чтобы возможно было бы медиком, вот сейчас было решение дать компенсацию еще плюс за сверх урочный, да, то есть, но в этом плане я думаю, что надо смотреть на ресурс, от кого забрать и кому дать, и в этом плане я вижу тот ресурс переделения с чиновников, госчиновников, на как раз непосредственно тех людей, которые сейчас на данный момент больше всего работают, работает на улице, работает с заболевшими, работает с, то есть, в страже порядка, да, то есть, в этом плане обязательно денежные средства надо переделить, сейчас мы рассматривали только что, вот мы с вами, то есть, говорим, приняли законопроект о том, что министрам и парламентарным секретарям надо снизить заработные платки, вот тут наш депутат тоже подал поправки закона, чтобы госконтролю, тоже поправки, чтобы снять компенсации, понимаете, это как бы несущественные деньги на такой государственном уровне, но это существенный символ, что мы тоже же понимаем, что надо солидарность, обязательно быть гражданами, мы должны тоже снижать и в том числе не те заработные платы, которые были в нормальных обстоятельствах принято повышать, но сейчас мы опять же все планы отменили и снижаем, так что в этом плане какие-то ресурсы есть возможность переделить, я это вижу, а также я вижу, что надо и показывать пример, это все происходит параллельно, это важный аспект. Родни Мира у нас был на прямой связи, представитель комиссии Семьи по народному хозяйству, один из лидеров партии за человечественную Латвию, большое спасибо. Большое вам тоже спасибо, удачи. Удачи. На одной волне с городом радио. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин